В регионе на учете с синдромом сердечно-недостаточности зарегистрировано около 4,5 тысяч человек. Об этом стало известно в ходе проведенной в Ак-Тюбе выездной школы по кардиологии. На ней специалисты из столицы провели лекцию для местных врачей. Также был устроен мастер-класс с применением аппарата УЗИ экспертного класса. В последнее время специалисты в области диагностики предпочитают работать на современном УЗИ-оборудовании. Ведь его преимуществом считается программное обеспечение, благодаря которому удается обнаружить мельчайшие детали в структуре органов, сосудов, что особенно важно для раннего выявления патологии. Специалисты провели обследование с помощью аппарата УЗИ экспертного класса. После этого мне сразу же сказали, что к чему, что можно делать, а что нельзя. Тоже врачи отметили, что необходимо дополнительное лечение, и я смогу вылечиться. У меня кардиат – это воспаление болотчик сердца. Это заболевание выявилось зимой. Раньше никаких проблем с сердцем не было. Сейчас принимаю необходимые препараты. Помимо мастер-класса, столичные специалисты провели лекцию для местных врачей. Гульжан Мрзахметова – врач-кардиолог высшей категории. Она подчеркнула, что те из обследованных жителей, кому необходимо оперативное лечение, получат возможность госпитализироваться в центре сердца в городе Астана. Мы приехали с целью оказания методологической помощи по дорожной карте хронической сердечной недостаточности. По этой карте мы ежегодно выезжаем во все регионы Казахстана с предоставлением лекционных материалов. На сегодняшний день у нас подготовлено 7 лекций. Они были подобраны по заявке региональных врачей. Врачи общей практики и терапевтов. Те темы, которые их больше всего интересуют. И мы вот эти лекции привезли. Плюс к этому мы привезли врача-экспорта, эхокардиографиста, который сейчас проводит эхоисследование тяжелым пациентам. И тем пациентам, которые нуждаются в оперативном лечении, мы даем возможность госпитализироваться в наш центр и получить оперативное решение. В целом, по области на учете с синдромом сердечной недостаточности зарегистрировано около 4,5 тысяч человек. 9 из них получили возможность установить ЛВАТ. Это механическое электронное устройство, которое используется в качестве насоса для сердца. Нам приехали специалисты из Астаны. Они провели мастер-класс для наших врачей-кардиологов. На нем обследование и консультацию получили пациенты, которые состоят на учете с синдромом сердечной недостаточности. Вместе с коллегами из столицы мы давали советы нуждающимся. На сегодня в нашем регионе уровень медицинской помощи пациентам, у кого есть проблемы с сердцем, высокий. Они получают помощь в нашем центре. Мы также проводим операции. В случае тяжелых ситуаций пациенты отправляются в Астану. Заболевание сердечно-сосудистой системы занимает второе место по смертности населения после онкологических заболеваний. Поэтому цель прошедшего мероприятия – профилактика и своевременное лечение данной категории пациентов, чтобы сердечная недостаточность не перешла у них в термальную стадию. Жасан Жалбаков, Азамат Сауханов, телеканал Актубе.